Первым пунктом назначения, куда отправился министр сельского хозяйства Свердловской области Илья Бондарев, после встречи с главой округа, стало фермерское хозяйство Андрея Никиева. Село Полдневая, в бывших помещениях отделения совхоза, Андрей Анатольевич сейчас ведет реконструкцию и утепляет загоны для скота. Как рассказывают ответственные за это дело специалисты, после ремонта здесь все будет выглядеть совершенно иначе. Первое и, наверное, самое главное, это то, что проект предполагает полную автоматизацию. У него в компьютере будет видно, как же корова, сколько она дала молока, сколько съела корму, если все будет нормально. И что хотите? Что хотите, если лицо наоборотами управляет. Ну, удобно, дают нам дать какие-то указания, то есть все равно следить за работой. Фермерское хозяйство Андрея Никиева сегодня – это 400 коров, из них 270 – это дойное стадо. Министр сельского хозяйства Илья Бондарев говорит, что таких образцовых хозяйств в нашей области достаточно. Но Полевское отличается тем, что фермерское хозяйство Андрея Никиева – это чуть ли не единственное сельхозпредприятие нашей области с полным собственным циклом производства. У нас хорошо развито сельское хозяйство в Свердловской области. Сельское хозяйство – одно из немногих отраслей, которое в 2009 и сейчас в 2010 году идет с плюсом продукции. Хозяйств хороших у нас много. А здесь, я думаю, можно, исходя из того, что это полный цикл, даже чему-то и поучиться. После завершения реконструкции Андрей Анатольевич планирует удвоить поголовье скота вдвое, а в долгосрочных перспективах – выход на екатеринбургского покупателя продукции под маркой фермера Аникиева. Вот как запустится вторая ферма, там уже будем рассматривать вопросы, чтобы выходить на дальнейший рынок какой-то больший. Потому что город Полевской уже насыщен, так скажем, уже молоком, и не только нашими, и другими компаниями. То есть будем дальше пути реализации искать молока. Сейчас ведет реконструкцию собственных ферм. Мы активно, Министерство сельского хозяйства и продовольствия помогает, участвует в этом процессе. Я думаю, что удвоит поголовье и увеличит выпуск продукции. Слава Богу, мощности у него позволяют. Помощь Министерства в развитии фермерского хозяйства, рассказывает Андрей Аникиев, заключается в первую очередь в субсидировании на погашение кредитов и рефинансировании процентной ставки. Это ощутимая поддержка, говорит Андрей Анатольевич. Кроме этого, в планах фермера обратится Министерство за помощью и поддержкой в приобретении оборудования для хранения и переработки молока. Все направления поддержки в сельском хозяйстве, они прописаны в федеральном и местном законодательстве. В рамках этого, конечно, любой человек, который займется сельским хозяйством, он может рассчитывать и помощь. Это значительно. По 2010 году мы порядка миллиарда 750 миллионов выплачиваем поддержки по разным направлениям. Плюс федерация еще миллиард дает нам дополнительно. Поэтому в рамках того, что есть, в рамках того, что утверждено, любой человек, который хочет заниматься сельским хозяйством, получит от нас помощь. Помимо финансовую, но и помимо еще всю консультационную, которая ему будет нужна. В ходе поездки по Полевскому Илья Бондарев посетил и еще одно сельхозпредприятие в селе Курганово. В конце дня министр встретился с руководителями предприятий города и рассказал об основных направлениях работы Министерства сельхозхозяйства Свердловской области. Ксения Бладенкова, Сергей Чижов. Новости нашего города.